Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про поражение желудочно-кишечного тракта у детей с аутизмом и рас. Многие родители детей с аутизмом и рас, а также детей с умственной отсталостью знают, что у ребенка есть проблемы не только ментальные, но и с желудочно-кишечным трактом. У таких детей можно наблюдать различные виды неконвенционального пищевого поведения. Они могут кушать только избранные продукты, причем это может быть очень маленький круг продуктов. Родители могут замечать, что если ребенок поел некоторые продукты, то его поведение сильно меняется. Некоторые дети просто не едят нормальную человеческую еду. Вопрос, почему это происходит. Много статей в интернете про то, что у детей паразиты, кандида. Собственно, все это бывает, но это далеко не все может объяснить. То есть далеко не все симптомы могут объясняться только паразитами. У таких детей, как правило, снижен иммунитет и паразиты вполне могут заводиться и, наверное, надо от них избавляться. Но паразиты, к сожалению, не являются единственной причиной. В чем же дело? Почему же у детей повреждается желудочно-кишечный тракт? Все дело в том, что тот же фактор, который повреждает центральную нервную систему ребенка, может повреждать и желудочно-кишечный тракт, систему пищеварения. Собственно, это происходит потому, что система пищеварения очень во многом похожа на центральную нервную систему и, соответственно, она является чувствительной к тем же самым факторам. Когда, как правило, из нашего опыта то, что мы видели, желудочно-кишечный тракт страдает у тех детей, которые поражаются внутриутробной вирусной инфекцией. Некоторые вирусы способны поражать не только центральную нервную систему, но они еще и повреждают некоторые органы желудочно-кишечного тракта. Некоторые вирусы могут повреждать те же органы уже у рожденного ребенка, например, у младенца. Список этих вирусов может быть весьма велик и далеко не все они исследованы, а может даже и вообще не исследованы. Иногда возможно определить, какой именно вирус привел к такому поражению с помощью анализа на антитела к различным вирусам, но иногда просто не получается определить. При других факторах, которые приводят к аутизму и рас ЖКТ, повреждается редко, хотя тоже могут быть еще факторы, приводящие к некоторым повреждениям. Но именно вирусы дают вот это вот своеобразное пищевое поведение, когда ребенок не ест нормальную еду, а ест, например, только мармеладки или только, не знаю, только молоко пьет и ест кусочки хлеба. Или ест, например, из пиццы только маленький кусочек из определенного места. Повреждение желудочно-кишечного тракта вместе с центральной нервной системой происходит не всегда. Во многих случаях иммунитет ребенка достаточно силен, и он справляется с этой заразой, и желудочно-кишечный тракт развивается нормально. При этом сама центральная нервная система может оставаться поврежденной. Таким детям, как правило, нужно нормальное питание, они ведут себя более-менее нормально и кушают нормальную еду, у них нормальный аппетит. Хотя иногда он может быть либо больше, чем нужно, либо меньше, чем нужно. Такие дети кушают за общим столом обычно и, в общем, выглядят вам, скажем так, с точки зрения пищевого поведения, выглядят вполне конвенционально. У некоторых детей, у которых был поврежден желудочно-кишечный тракт, при удачном стечении обстоятельств желудочно-кишечный тракт может заживать. То есть с возрастом поврежденные клетки могут восстанавливаться и органы могут возвращаться к нормальному функционированию. При условии сниженного иммунитета заживление желудочно-кишечного тракта не происходит и хроническое воспаление в органах продолжает развиваться. При внутриутробном вирусном поражении наиболее часто повреждаются печень и поджелудочная железа. Когда это происходит, то возникают следующие нарушения. Меняется состав крови, некоторые показатели становятся слишком высокими, а некоторые слишком низкими. Может возникать состояние нейтропения и другие состояния, свидетельствующие о снижении иммунитета. Нарушается производство энзимов. Из-за этого самые обычные продукты не усваиваются, как это должно быть, а приводят к отравлению организма веществами, образовавшимися вследствие недостатка нужных энзимов. Собственно, все слыхали про лактозную недостаточность. Вот это один из вариантов. В некоторых случаях может идти постоянный процесс гибели клеток печени или поджелудочной железы. То есть со временем состояние ребенка ухудшается. Может возникать и нарастать почечная недостаточность. Собственно, она возникает и нарастает вследствие отравления продуктами метаболизма. Из-за изменения состава крови может нарушаться снабжение кислородом головного мозга и других органов. И, как следствие, печень не в состоянии вовремя выводить все, что является ядом для организма. Слишком много. Многие вещества не могут быть разложены до того уровня, когда печень с ними легко справляется. Да и вообще печень имеет воспаление, при котором постоянно гибнут ее клетки. При таком состоянии очень трудно делать свою работу. Кишечник может не справляться с недостаточно обработанными продуктами. Стенки кишечника могут становиться слишком проницаемыми. Вещества, которые должны в нормальном случае выводиться наружу, они попадают в кровь, вызывая дополнительное отравление всего организма. Как следствие, возникают аллергии и диатезы. Почки, которые должны выводить все эти яды, тоже не справляются с работой и начинают страдать сами. Собственно, может развиваться вполне серьезная почечная недостаточность. Все это вместе может приводить к нарушению обмена веществ. Признаки того, что у ребенка поврежден желудочно-кишечный тракт. Собственно, они очевидны. Ребенок кушает избирательно. Очень часто кушает только определенный набор продуктов. Существуют продукты, которые вызывают у ребенка страсть. Он готов их есть без перерыва. Например, дети чувствительные к лактозе обожают пить молоко и есть молочные продукты, желательно послаще. Когда ребенок ест вредные для него продукты, то может наступать реакция от нежелательных изменений в поведении до усиления симптомов и ухудшения состояния. Как правило, у таких детей нет нормального стула. У них есть либо запоры, либо поносы и различные нарушения кала. Причем без какой-то внешней причины. И если родители не исключают вредные продукты из рациона ребенка и не занимаются лечением его желудочно-кишечного тракта, то с возрастом изменения в печени и в поджелудочной накапливаются и в какой-то момент становятся необратимыми. Перестают усваиваться продукты, которые на более ранних стадиях нормально усваивались. Иногда нарастают гормональные нарушения, повреждается щитовидная железа, гипофиз и другие гормональные железы. Сегодня в моде диета без глютена и без казеина для таких детей. И для некоторых детей она действительно именно то, что помогает. Но есть много детей, которые нормально усваивают глютен или казеин, но при этом ненормально усваивают какие-то другие белки. Например, не усваивают лактозу или не усваивают куриный белок или соевый белок. То есть вариантов очень много. Существует довольно много детей с раз и с аутизмом, у которых поджелудочная железа не справляется с большими объемами сахара и меда. Очень часто проблемы вызывают употребление шоколада, некоторых пищевых добавок и консервантов. Если написать весь список продуктов, которые могут не усваиваться детьми с раз и с аутизмом, то, собственно, не останется таких продуктов, которые можно давать всем абсолютно детям. То есть каждый ребенок индивидуален. Поэтому каждый родитель должен наблюдать за своим ребенком и определить, что хорошо и что плохо для этого конкретного ребенка. То есть нет смысла брать диеты, которые известны в интернете, потому что у каждого ребенка своя собственная реакция. Если диета помогла кому-то одному, это не значит, что она поможет всем. То есть здоровье ребенка, оно индивидуально, так же, как его болезнь. И здесь внимание и исследовательские качества, так сказать, родителей играют просто критическую роль для сохранения здоровья ребенка. На сегодня все. Спасибо. До свидания.